МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Скажи спасибо за добро. Так называется новый проект Мира Белогорья. Этот проект дарит возможность сказать спасибо хорошим людям во весь голос. Мы собираем истории о наших земляках. Которые умеют делать жизнь светлее. О тех, кто творит добрые дела. Кто своим трудом и поступками меняет этот мир к лучшему. Анастасия Рыбкина из Старого Оскола через программу захотела сказать спасибо врачу. Врачу, который помогал до последнего дня жизни ухаживать ей за неизлечимо больной дочерью. Получилось так, что моя дочь Вера заболела онкологией, как в итоге выяснилось. Врачи долго, практически год боролись, может быть, не за здоровье, но за жизнь Веры. И случилось так, что борьбу эту мы проиграли. Вера умерла в ноябре 2016 года. Ей не было и трех лет. Онкология. 13 курсов химиотерапии, 16 лучевых процедур, 10 месяцев лечения. К сожалению, болезнь не отступила. Вера заболела в конце 2015 года. Симптомы как раз-таки у этой болезни самые банальные, потому так вот экстренно мы на них не обратили внимания. Все это так закрутилось, завертелось. Но это на самом деле очень страшно вспоминать, когда Наталья Ивановна Петрикова, наш белгородский доктор онколог, пригласила меня к себе и сказала, что мы вам здесь ничем не можем помочь. Вам нужно ехать в Москву. Это было очень страшно. Тяжело, когда тебе говорят, что все, и на этом лечение заканчивается. То есть, когда ты живешь в больнице долгое время, у тебя рядом есть доктора, медсестры, которые знают, как надо, когда надо и что надо, чем помочь. А тут ты уезжаешь домой и остаешься практически один на один с этой бедой. Анастасия Рыбкина решила, последние месяцы жизни Вера должна провести не в больнице. Она должна быть дома, в кругу семьи, рядом с мамой и папой. Оказывать консультативную помощь по телефону, рассказывать, как облегчить страдания больного ребенка, вызвалась врач-гематолог консультативно-диагностического центра областной детской клинической больницы Инна Кислинская. Она сотрудник выездной палеотивной службы. Это проект благотворительный. Палеотивная служба в Белгороде создана совсем недавно. Создана по инициативе общественной организации «Святое Белогорье против детского рака». Врачи, участники этого проекта, оказывают помощь неизлечимо больным детям и их родителям на дому. Даже мне раньше со стороны казалось, что болеет ребенок. Вот они поехали домой, и там тихонечко все это происходит. Но очень много есть нюансов, о которых все, кто не сталкивался, они не знают. Это касается даже самого элементарного. Прогулок, настроения, аппетита. Буквально всего. Вот вся жизнь, получается, всю ее жизнь, которую мы провели здесь уже, находясь под покровительством палеотивной помощи, мы разделили, можно сказать, на троих. Это Вера, я, Инна Михайловна. Пока была жива Вера, они по несколько раз в день говорили по телефону. И молодой врач Инна Кислинская каждый раз повторяла. Если ребенка нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. Хочу сказать спасибо за добро Инне Михайловне Кислинской, которая была с нами всегда. И она мне буквально, вот знаете, как вторая мама говорила, что нужно делать, что не нужно делать. Идти нам гулять, не идти гулять. Как мне правильно вводить лекарства, хотя как бы 10 месяцев все это видела. Но однако же, когда ты сталкиваешься и должен делать это сам, по итогу получается много вопросов. И опять же, все ответы на них мне давала Инна Михайловна. У нее прежде всего большое доброе сердце. Но кроме большого доброго сердца в этой профессии, конечно, важно иметь холодный ум. Даже в чем-то может быть жесткость, потому что нам иногда не нужно не только доброе слово, но и хорошая встряска, чтобы собраться. Но, конечно, это не то, что призвание, это, наверное, больше стиль жизни, когда ты готов уделить кому-то времени больше, чем себе, своей семье, своим родным, своим близким. Потому что нам она была нужна очень часто и практически круглосуточно. И никогда, никогда, всегда она отвечала на звонки, всегда отвечала на сообщения, сама перезванивала, уточняла, спрашивала, все ли у меня получилось. Мы с ней вместе собирали кислородный концентратор. Она по телефону, а я его собирала, потому что нам фонд предоставил кислородный концентратор, и он нам очень пригодился. Но собрать его сама, я была дома одна, с Верой, сама как-то вот, я и боялась вроде бы, как, это же не мое, надо аккуратно. И мы с ней по телефону собирали кислородный концентратор. То есть даже в этом, в чем, может быть, она тоже, не знаю, не совсем разбирается, она мне пыталась помочь. Любой доктор, он амбициозен. Ему хочется обязательно вылечивать и спасать. А далеко не каждый доктор способен увидеть, ну вот именно в палеотинной помощи, вот ту самую цель гуманную, что ли, да, как вот увидеть, как еще можно дальше помочь пациенту, когда ты его уже не можешь вылечить. Понимаете? То есть порадоваться тому, что ему не больно сейчас, осознавая, что, к сожалению, он покинет этот мир через какой-то определенный момент. Мы сейчас на такие достаточно, знаете, сложные темы говорим. Понимаете? Ну, такой вот, условно говоря, примитивный пример. У ребенка, например, последняя стадия онкологии. Мы четко понимаем, что он через какой-то период времени умрет, а у него зуб заболел. Ну, то есть вот мне кажется, что, вот мое субъективное мнение, что мало таких докторов, которые способны вот разглядеть вот эту зубную боль у ребенка за тем глобальным, что ему уже помочь нельзя. Ну, кто-то сочувствует, кто-то прям так смотрит, потому что видно же, что ребенок болеет, когда нет волос, нет ресниц, нет бровей, чего-то много нельзя, что можно другим детям. Ну, так сказать, чтобы откровенно показывали пальцы, нет, такого не было. Но все равно видно реакцию людей, и от этого становится обидно. Потому что паллиативные дети, считается, что если ребенка еще можно вылечить, значит, можно и нужно сделать все необходимое. А если тоже паллиативный ребенок, ну, как бы вот там, как-нибудь сами. Однако помощь для нас и детей, и родителей очень важна. Абсолютно ненормированный график, это, ну, это готовность встать и поехать, я не знаю, в любой конец области, в любое время дня и ночи. Это готовность предпочесть интересы ребенка, того, которому нужна помощь, интересам семьи, близких. Ну, то есть, на самом деле, это непросто, и совершенно ведь не каждый, ну, должен так жить. С вами Халом познакомились в отделении генетологическом. Она, в данный момент, была интерна в отделении. Вообще, мы говорили, с Еленой Ивановной Барлуцкой, я говорила, что мне очень нужен доктор, который будет готов вот эти вот все вещи, тяготы, на себя взять. И Татьяна Ивановна порекомендовала обратить внимание на Инну Михайловну. Мы встретились, пообщались. Я рассказала, что это, что я хочу, какой я проект хочу в итоге сделать. Вот если говорить о выездной паллиативной службе. И она согласилась, начинала знакомиться с детьми. И, мне кажется, потом уже вот просто, внукнув в это глубоко, уже билась с нами за этот проект. Белгородская региональная общественная организация «Святое Белогорье против детского рака» помогает детям Белгородской области с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Тесно сотрудничает с онкогематологическим отделением детско-областной клинической больницы. Именно в этой больнице и работает Инна Кислинская. Она ведет прием детей, больных онкологией в областной детской поликлинике. Когда мы попали в Белгород, для уточнения диагноза, мы попали к онкологу Наталье Ивановне Петриковой. И когда она уже поставила нам диагноз, что это онкология, она сама пригласила сотрудников фонда, и они к нам пришли прямо в больницу, для того, чтобы узнать, какая помощь нам необходима. Любая, материальная, помощь в снабжении лекарствами, предметами ухода. Родные и знакомые, соседи, все очень по-доброму относились, старались поддержать, даже бывало незнакомые люди. Был такой момент, что и требовались тромбоциты, находясь в Москве мы были. А доноров тромбоцитов родители ищут самостоятельно. А когда ты в Москве одна, с больным ребенком, у тебя нет ни родственников, ни знакомых, это очень сложно было сделать. И опять же, благодаря фонду мы нашли тоже доноров тромбоцитов. Они у нас были на протяжении всего времени, когда они были нам необходимы. Гулять нам разрешили только через 4 месяца, после того, как мы попали в больницу. И наш первый выход на улицу, это было вообще что-то незабываемое. Она так не хотела возвращаться и даже уснула на улице. Потом нам даже разрешили ходить гулять в парк. Втайне от доктора мы ели мороженое. Я боялась, что у нее горло заболит, и вот это все, все эти сложности. И она там устроила такую мне взбучку и затребовала целое мороженое. Это вот самое первое целое мороженое. Да, она была с характером, и она хотела стать доктором. Это может быть от того, что она в какой среде была, что видела, о том и мечтала. А так она была, конечно, сладкоежка. Коколадный торт я очень любила. Мы даже посетили ВДНХ. Это было уже как раз, можно сказать, перед самым отъездом, когда мы еще не знали, что нам предстоит. Мультики очень любила. Наверное, как все дети, с соской не расставалась. До последнего доктор нам разрешила быть соской, потому что это успокаивает нервы. Еще у нее был любимый пуховый платок. Лето, зима, весна, осень. Куда бы мы ни шли, везде с нами платок был пуховый. Очень важно знать, что есть на кого положиться. Потому что вот как она, ребенок, надеется на маму, на меня, А я вот тоже как ребенок себя чувствую и надеялась на помощь фонда Инны Михайловны, в частности, как нашего доктора. Инне Михайловне, я, конечно, хочу сказать огромное спасибо от себя и от всей нашей семьи. И мне очень хочется пожелать ей самой крепкого здоровья, счастья, чтобы у нее хватало терпения и сил для работы. И чтобы ее работа всегда приносила ей радость, несмотря ни на что. Вот такая история. Анастасия Рыбкина получила помощь от врачей, от сотрудников организации «Святое Белогорье против детского рака», от тех, кто перечислял деньги на лечение веры. И получается, что тепло и любовь, которые мы отдаем, гораздо важнее тепла и любви, которые мы получаем. У вас тоже есть возможность сказать спасибо. Присылайте ваши письма на наш электронный адрес конкурссобака.tvbelgorod.ru или на наш почтовый адрес город Белгород, проспект Слава 60, телерадиокомпания «Мир Белогорье». Лучшие истории станут сюжетами новых выпусков проекта «Скажи спасибо за добро». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова